А это знаменитая крепость Тауэр, рядом с Тауэрским мостом. И сегодня, вы знаете, я хочу вам показать, наш автобус очень-очень удачно проехал по самому центру практически Лондона. Вот, начиная с Тауэрской крепости, немножко видно будет нам дальше Тауэрский мост, конечно же. Он уже у нас виднеется, две башни, видите? Вот, и много еще чего мы увидим. А самое главное то, что именно перед самой коронацией я смогла проехать по Лондону. И вам хочу показать, как украшался город Лондон перед коронацией короля Карла Третьего, или Чарльза, как мы привыкли его называть. Так вот, это было ровно 4 мая, вот эти съемки. Вот именно сейчас видно хорошо слева две башни Тауэрского моста вдалеке. Надеюсь, вы их видите, друзья. Конечно же, вы скажете мне, что мы можем это все прекрасно посмотреть и на фотографиях, но вот вживую, как все это выглядит, мне кажется, тоже интересно. В каждом городе, конечно же, есть какие-то интересные достопримечательности, памятные очень места, и которые всегда предлагается посетить в любом городе. Как, например, если в Париже, то это обязательно Эфилева башня, как вы понимаете, Мулин-Руш, Елисейские поля. Что касается Лондона, надеюсь, вы знаете, что в Лондоне предлагается посетить. Ну и в первую очередь, конечно же, Биг Бен, Вестминстерское аббатство. Вот Таурский мост, кстати, и Лондон Айс. Вот он у нас вдалеке, через реку Темза, виднеется. Это Лондон Айс или колесо обозрения Лондонский глав. Так вот, как я уже и сказала, маршрут нашего автобуса пролегает так, что мы увидим все эти достопримечательности. Вестминстерское аббатство у нас будет еще впереди, и даже башню Биг Бен я вам постараюсь показать из окна. Так что все это мы еще увидим на экране, друзья. Вот сейчас река Темза во всей красе, вдоль которой мы долго будем ехать. И вы сами посмотрите вокруг и увидите, насколько город Лондон готов к коронации короля Карла Третьего, процессии, которая будет следовать вот именно вот этим маршрутам. Можете даже остановить на паузу и посмотреть конкретно. Говорят, что процессия короля Карла Третьего двигалась к Вестминстерскому аббатству более коротким маршрутом, нежели его мать. В свое время, 70 лет назад, в 1953 году, она ехала более длинным маршрутом на 1,3 мили длиннее. А вот маршрут короля Карла, как и его коронация, все это было уменьшено, укорочено и упрощено, потому что король Карл не хотел, чтобы его подданные много на это тратили денег из государственной казны. А, кстати, друзья, вы смотрели коронацию по телевизору короля Карла Третьего? По-моему, это было очень интересно. По крайней мере, для меня я с удовольствием посмотрела по телевизору полностью всю эту церемонию коронации, все послушала, что там рассказывали, и очень много для себя почерпнуло новой информации, в частности, о короле Карле Третьем или о принце Чарльзе, как мы привыкли его называть. Очень много было сказано и рассказано того, чего я, в общем-то, и не знала никогда. Ну вот, например, то, что король Карл Третий очень музыкальный, и он играет на четырех музыкальных инструментах очень хорошо и обожает музыку. И вот, кстати, даже на свою коронацию все эти гимны, все песни и музыка, под которую его коронуют, это все именно выбирал сам король Карл Третий. А вот, кстати, вам загадка, друзья. А знаете ли вы, на каких музыкальных инструментах умеет играть Чарльз Третий? И вот, кстати, интересная тоже подробность. Многие, кто вспомнил, что принца Чарльза в возрасте нескольких недель крестили именно в музыкальной комнате Букингемского дворца. И вот, наверное, это и повлияло на то, что стал в дальнейшем очень музыкальным принц Чарльз. И вот еще, что меня поразило в биографии Чарльза. Сказали, что он единственный в мире монарх и наследник престола, который прыгал с парашюта в своей жизни. Вот, представляете, как интересно? А Карл Третий прыгал с парашюта, как говорят, семь раз. И это не выдумки, этому есть очень много очевидцев. Также принц Чарльз был первый из монарших детей, которого отдали в школу-интернат. Он учился в Шотландии в очень строгом интернате Гордон Стоун. И он подвергался постоянным обидам, оскорблениям и издевательствам со стороны своих одноклассников, своих сверстников. И он писал об этом как о самом несчастливом периоде в своем детстве. Но потом, с возрастом, Чарльз пересмотрел свои взгляды на Гордон Стоун и сказал, что именно там и сформировался его сильный характер. Чарльз оказался первым не только здесь. Он стал первым британским наследником, который получил высшее образование. В 1970 году он окончил Кембриджский университет по специальности бакалавр искусств. А еще принц Чарльз служил в Королевских военно-воздушных силах, а также в Королевском флоте. И служил, кстати, весьма успешно, потому что он научился управлять самолетом, научился управлять вертолетом, командовал на флоте береговым минным эсминцем и, в общем-то, даже хотел продолжать свою военную карьеру. Но однажды, управляя самолетом, он едва не разбился, и его семья, вспомнив о том, что он все-таки будущий наследник престола, запретил ему в дальнейшем заниматься полетами и флотом. А у нас на экране как раз Вестминстерское аббатство, и вот она башня Биг Бен во всей красе. И я стараюсь показать вам ее из окошка автобуса. Вот, видите, как могу. Ну и красивейший вид со всех сторон на Вестминстерское аббатство, в котором как раз-таки и будет через два дня проходить коронация короля Карла Третьего. Я не знаю, вот мне кажется, может быть, это издалека только так кажется, но как-то ничего такого нарядного, ничего такого особенного, кроме вот скопления огромного людей, я здесь и не вижу. Но здесь вот опять Биг Бен во всей красе, посмотрите, эта башня. И здесь возле нее, в общем-то, всегда очень много туристов, желающих посмотреть на всю эту красоту, сфотографироваться, запечатлеться на фоне этого аббатства. Ну а я продолжу рассказывать вам интересные моменты, на мой взгляд, интересные о коронации короля Карла Третьего. Я вот, видите, уже путаюсь, как его лучше называть, король Чарльз Третий или Карл Третий. Вообще путаюсь здесь не только я. И еще у меня также спрашивают мои зрители, почему вдруг принц Чарльз стал королем Карлом Третьим. Так вот, я объясню. Здесь есть несколько причин. Ну, во-первых, в латинице монарх не менял своего имени вообще, потому что Чарльз, он пишется как Карлс. В российской традиции имена английских монархов произносят на германский манер, не используя окончания. Поэтому Чарльз у нас становится Карлом. А вот, кстати, у Вильям, принц Вильям, станет Вильгельмом, если говорить на германский манер. Ну и еще, ведь у Чарльза, у принца Чарльза, как и у остальных других монархов, есть сразу при рождении четыре имени. У него, например, эти имена Чарльз, Филипп, Артур и Джордж. И он мог выбрать любое из этих четырех имен. Но вот он сам выбрал имя Чарльз. Хотя британцы, говорят, были недовольны его выбором, пометуя о том, что первые два короля, Чарльз I и Чарльз II, они очень плохо правили. Во время правления короля Карла I произошло две гражданские войны, и, в конце концов, измена. Король был обезвглавлен, а до этого он бежал и долгое время скрывался на острове Уайт. Я об этом вам тоже рассказывала. Очень грустная история. А король Карл II вообще принес эпидемию чумы и страшный пожар в Лондоне. И вообще он не правил, как говорят, а только веселился. Поэтому, пометуя всё это, британцы были очень недовольны, когда узнали, что принц Чарльз решил стать королём Карлом III. Ну и тут, как говорится, началось. Я никогда не думала, что британцы такие суеверные. И вот именно в день коронации принца Чарльза начался с утра жуткий дождь, хотя до этого был очень хороший, тёплый, солнечный день. И дождь 6 мая целый день лил, не переставая. И вот британцы стали думать и гадать, «А к чему же это?» И когда ещё был дождь? На чьей коронации? И тут же вспомнили, что ровно 70 лет назад, в 1953 году, во время коронации матери Карла III, Елизаветы II, был целый день точно такой же противный дождь. Ну и немножко все подуспокоились, потому что всё-таки правление Елизаветы II было для Британии очень неплохим. Ну а тот факт, что британцы, которые провели в ожидании этой процессии, наверное, целый день на улице под дождём. Это никого не смутило, потому что англичане привыкли к такой погоде. Это типичная английская погода. Хочу показать вам ещё несколько фотографий с коронации. Обратите внимание на лица Чарльза и Камилы. Как-то они не выглядят абсолютно счастливыми. Камилла почему-то просидела почти всю коронацию, всю церемонию коронации, вот так вот отвернувшись от своего Чарльза. А Чарльз вообще сидел такой унылый, очень грустный, не знаю, либо уставший, либо что. Наверное, в общем-то, чувствовал какой-то груз ответственности. И тут опять нужно вспомнить о том, что принц Чарльз ждал своего места на престол 73 года. То есть и здесь он оказался первым в мире наследником, который так долго ждал своего престола. После коронации короля Карла Третьего тут же была коронована и его жена, нынешняя королева-консорт Камилла. Вот она здесь на фотографии, уже коронованная. Интересная история, что королева-консорт коронуется так же, как и её муж, если он становится королём. А вот по поводу королевы, когда коронуется королева, как Елизавета, например, то муж её не становится королём-консортом. Он так и остаётся принцем. Вот так же случилось и с мужем Елизаветы Второй, принцем Филиппом. Он не был коронован. Обратите внимание, я нашла для вас вот эту очень интересную фотографию. Это как раз коронация Елизаветы Второй 70 лет назад, в 1953 году она состоялась. Тогда Елизавете Второй было ровно 25 лет. Посмотрите, какая красавица. И без короны её муж, принц Филипп. А вот внизу мы видим коронованного, уже короля Карла Третьего, и его коронованную жену, королеву-консорта Камилу. У них, и у него, и у неё, видите, короны. С коронами тоже интересная история. Посмотрите, почти похожие короны сейчас на Елизавете Второй и на Карле Третьем, её сыне. Это короны уже повседневные. А вот коронуются все английские монархи другой короной. Она на красном бархате и весит больше двух килограммов. Очень тяжёлая. Говорят, что Елизавета Вторая тренировалась носить эту корону. И вот король Карл Третий тоже короновался именно этой короной Святого Эдуарда, которая была сделана в 17 веке. Что ещё меня удивило на этой коронации? Вы знаете, когда в начале службы к Карлу Третьему подошёл просто обычный ребёнок певчий из аббатства, он подошёл и сказал, «Ваше Величество, как дети Царства Божьего, мы приветствуем вас во имя Царя Царей». И Чарльз ему ответил, «От Его же имени и по Его примеру я пришёл не для того, чтобы мне служили, а чтобы служить самому». И дальше, когда Карл Третий принёс коронационную клятву, держа руку на Библии, он сказал, «Всё, что я здесь обещал моему народу, я исполню и сохраню, да поможет мне в этом Бог». Король подписал клятву, обязуясь служить народу и править согласно закону. И вот не однажды Карл Третий повторял и повторял, что я пришёл сюда не для того, чтобы служили мне, а чтобы служить самому, служить своему народу и защищать свой народ. И что удивительно, что Карл Третий в общем-то показал и делом свои слова. Ну, во-первых, то, что он вот очень сильно сократил именно церемонию присяги. Вот раньше все члены Тайного Совета присягают на верность королю, и дальше члены парламента, и ещё целая туча всяких чиновников и лордов должны были присягнуть королю. А вот Карл Третий очень сильно сократил эту церемонию присяги, и первым, кто ему присягнул, был архиепископ Кентерберийский, который, в общем-то, является вторым лицом в церкви после самого короля. И также вторую дань уважения, дань королевской крови дал принц Уэльский, который также присягнул своему отцу на верность. А вообще очень красиво смотрелись будущая король и королева консорт принц Уильям и принцесса Кейт. Она вот сейчас уже поменяла свой титул с герцогиней Кембриджской на принцессу Уэльскую. И здесь мы видим всю семью почти в сборе прекрасная принцесса Шарлотта и принц Луи. А вот старшего принца Джорджа мы здесь не видим, потому что он на этой церемонии был пожом и нёс мантию своего дедушки короля Карла Третьего. Ну и конечно же принц Гарри. Была интрига до последнего, хотя принца Гарри и его жену Меган Маркл пригласили на церемонию, но оказалось, что именно 6 мая день рождения их первенца принца Арчи. и поэтому вот сомневались приедут они или нет, но принц Гарри конечно явился, как вы видите, а вот Меган Маркл по этой причине отказалась и на церемонию не приехала. В прессе журналисты уже поговаривают, что принц Гарри держался особняком, а как же ему было ещё держаться, если он приехал один без жены, да ещё и не очень был там принят по-нормальному, он сидел просто вместе с гостями как обычный приглашённый и после церемонии он говорят сразу же отбыл обратно к своей жене, к своей семье и с принцем Вильямом со своим братом он вообще не встретился вот так вот пробежала такая страшная трещина между двумя братьями с некоторых пор обратите внимание как на этой фотографии Гарри похож на своего отца а ведь помните наверное что ходили страшные слухи после того как развелись Диана и Чарльз о том что принц Гарри вообще не сын Чарльза и тогда принц Чарльз повел себя очень достойно и пресек сразу же немедленно все эти мерзкие слухи но вернемся снова к коронации вы знаете столько много оказывается интересного я хотела вам рассказать и я смотрю что уже больше 20 минут я веду свой репортаж для вас и я еще практически ничего не рассказала а ведь было много еще жутких случаев на этой коронации ну и первое то о чем сейчас трезвонят здесь все журналисты это то что говорят многие видели мрачного черного жнеца на церемонии в Вестминстерском аббатстве вот там он видите обведен красным кружочком говорят что вдруг неожиданно появилось в проходе очень зловещая темная фигура какого-то странного существа в капюшоне в черном в черном плаще и с кнутом в руках этот кнут очень сильно напоминал даже косу и есть даже такие видео которые я вам сюда не включила из-за нарушения авторских прав опять же я лишь только нашла фотографии но вы можете сами в гугле найти короткие видео там просто на самом деле видно что прошел вот этот страшный человек которого назвали черным жнецом и что это очень плохое предзнаменование второй неприятный инцидент был также снят на видео и можно его найти и посмотреть там на самом деле как-то очень очень неприятно стала пятиться вот эта лошадь она сбила ограждающий барьер и врезалась в толпу людей и вот как об этом написали в журнале животное сбилось с курса сразу после того как мимо проехала карета в которой недавно короновались король чарльз и королева камила карета завернула за угол с уайлд холла в торговый центр в центре лондона направляясь к букингемскому дворцу сразу после этого одна из лошадей позади нее чего-то испугалась начала пятиться назад прежде чем врезалась в барьеры за которыми стояла толпа были замечены военные которые тут же поспешили на помощь они принесли носилки но носилки не потребовалось однако офицер полиции казалось хромал и очень сильно и быстро пошел прочь из этого района ему помогали его коллеги других травм не было но с животными по-моему такие инциденты часто случаются даже несмотря на то что они очень хорошо все выдрессированы но вот целый день под проливным дождем да еще такая толпа которая неожиданно кричит свистит бывает что лошади пугаются да и вообще как бы тщательно не проходила подготовка коронации никто не застрахован от досадных ошибок и неожиданных конфузов эти ошибки и конфузы случались на любой коронации ну и хочу подытожить что Карл Третий официально стал сороковым монархом ровно в 12 часов дня когда на его голову была возложена корона святого Эдуарда и каким будет правление короля Карла Третьего мы с вами можем видеть воочию может быть потому что я уже давно живу в Великобритании 12 лет это все-таки большой срок и мне было очень интересно посмотреть вот именно церемонию коронации Карла Третьего как-то когда я смотрела по телевизору церемонию коронации Елизаветы Второй она была более пышной как говорят но вот она меня не затронула а здесь я с удовольствием и смотрела все и слушала все объяснения я очень многого не знала очень много нового я узнала и о Карле Третьем и о его жене новой Камилле вообще немного удивило меня то что никто не вспомнил о принцессе Диане и сейчас я тоже не вижу никаких публикаций и никаких рассказов или воспоминаний о первой жене Чарльза принцессе Диане ну и конечно же она является матерью будущего короля принца Уильяма и странно что о ней никто не вспомнил в этот торжественный день хотя может быть кто-то и вспоминал конечно вы знаете я также узнала много очень подробностей и совсем в другом свете сейчас тоже вижу эту историю принца Чарльза и принцессы Дианы их несчастную любовь их развал в отношениях и развод но друзья это уже будет совсем другая история я надеюсь что вам понравилось сегодняшнее мое повествование я надеюсь что вы также увидели Лондон хотя и из окна автобуса но все же довольно много улиц мы увидели я на этом друзья с вами прощаюсь пожалуйста не забудьте поставить лайк те кому понравилось видео пожалуйста напишите что вы думаете обо всем об этом интересно ли вам так же как и мне например вот коронация английских королей и вообще эта история интересно ли она вам если интересно то напишите и я с удовольствием продолжу потому что я вам очень многого не рассказала ну а на сегодня у меня для вас все друзья всего вам доброго пожалуйста берегите себя в это трудное время всем всего хорошего всем пока-пока